Здравствуйте! С вами Светлана. Напоминаю, что объявлен конкурс от 1 ноября. И призом этого конкурса будет постельное белье, которое я заказала в Т-декоре. Двухспальные с европростыней. Конкурс состоится 1 декабря. 1 ноября начинается, 1 декабря он состоится. Я думаю, хватит месяца, чтобы подписаться, чтобы быть участником. Все условия в видео от 1 ноября. Пока-пока! С вами Светлана. Здравствуйте! С вами Светлана. И сегодня покупки из магазина FixPrice. Девочки, все только нужное. И немного нашего женского хочу. Нужно? Хочу! Итак, по традиции, туалетная бумага, коте, 99 рублей, 3 слоя, 8 штук. В принципе, неплохая бумага. Ну, люблю больше я папе. Город Сыктывкар, если я правильно назвала. Или Сыктывкар. Ну, я не знаю, как точно называется, но вот два варианта. Итак, туалетная бумага, о которой я могу много-много говорить. Затем наволочки. Девочки, я как увидела, сразу обрадовалась, потому что нашему интерьеру, который я, допустим, у себя в квартире часто меняю, я меняю тюль, занавески, подушечки, ну, что-то декоративное. Я обрадовалась вот таким вот замечательным наволочкам. Стоят они 77 рублей. Там были с цветами наволочки. Это, знаете, под гобелин. С цветами наволочки. Я вот увидела, там еще были, ну, такие совушки замечательные. Я вставлю видео, фотографию, как они будут смотреться уже на подушках. Так, сейчас скажу размер. Так, 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 так. 35 на 35. Так, наволочки размер 35 на 35. Мне тут подсказывают, потому что мужу они тоже очень понравились. Сейчас подушки у меня новогодние, с пайетками. Потом я поменяю вот на такие вот подушечки, наволочки. Весной что-то с цветочками нежное, такое романтичное. Менять это недорого, но интерьер уже меняется. Итак, они, эти подушечки у нас на молнии, что очень-очень радует. Молния ходит хорошо, легко, с обратной стороны вот такого цвета. Я считаю, цвет мешковины, наверное. Вот, симпатично. Можно. 7-7 рублей. Это недорого, но красиво и приятно. Вот так выглядит подушечка с наволочкой. Размер 35 на 35. Но я думаю, как раз нормальная такая подушечка. С обратной стороны цвет мешковины, с этой стороны вот такие вот замечательные совушки. Мне кажется, как раз вот где-то в марте можно вот эти вот наволочки одеть. И такие уже как бы весенние совушки, такие симпатичные. А можно, допустим, купить детишкам, внукам. Можно в подарок уже с подушечкой сделать. Потому что в детскую комнату, на кроватку можно даже замечательно. На кресло. Знаете, можно на коврике детишки, допустим, играются. И чтобы об стеночку не ударились, можно вот такими вот двумя-тремя подушечками с наволочками сделать. Затем губка для обуви. Прозрачная. Защищает обувь и освежает ее. 25 рублей. Совсем-совсем недорого. Также купила еще и водоотталкивающий крем для обуви. Стоит 50 рублей. Московская область изготавливает. А сейчас как раз, сейчас как раз будет такая слякоть. Снег выпадет, растает, будет так неприятно. И обуви, кстати, тоже стресс. Поэтому вот такой вот крем будет защищать кожу, кожаную обувь от влаги. Вода отталкивающие. Я покупала вот такие вот наподобие крема, ну, по 300-350 рублей. Поэтому 50 рублей. Я не знаю, правда, как это все будет действовать. Обязательно вам расскажу, потому что уже буду тестировать. Уже пора. Замечательная, я считаю, вещь. Так, затем я купила вот такие вот пиалочки. На этих пиалочках написано, что это глубокая тарелка. Но я приобрела, как именно салатник у меня будет, девочки. Две штуки на один край стола и на другой край стола. Чтобы было два салатничка такие вот. Размер 17 сантиметров. Цена 55 рублей. Золотой ободочек идет. У меня в этом сезоне будет белая посуда. Белого цвета. На стол буду накрывать. И в праздничные, вот, будут Новый год, Рождество и там, так далее, разные праздники. Буду накрывать белую посуду. Как раз у меня есть белые листья тарелки. У меня есть белые чашки под кофе. Чайный набор там блюдечка и чашечки. Они вообще-то чайные, но я так посмотрела, они маленькие под кофе. Поэтому вот эти салатники прям замечательные. Они еще вот здесь вот такие рельефные. Такая, как бы, волна проходит. Белая посуда всегда праздничная. Мне написала подписчица моя, говорит, Светлана, посуда хорошая, симпатичная. И белая посуда всегда смотрится празднично. Действительно так. Вот действительно. Так, что у нас дальше? Так, дальше я взяла две маски. Блэк маски. Маски у меня по 77 рублей. Производство Корея. Не Китай, девочки, Корея. Двух видов я взяла. Так, сейчас посмотрим. Я взяла подтягивающую маску для лица. С бамбуковым углем. Одна увлажняющая, вторая подтягивающая. Я считаю, что классные маски. И попробую, вам расскажу. Но я уже знаю, что они хорошие. Но я попробую на себе, как они мне подойдут. Но уже знаю, что мои подруги покупали и хвалили. Говорили, что классно. И пойду еще, заеду, пойду еще возьму. Потому что классные масочки. Затем я взяла вот такие вот наклейки на окно. Я просто... Вот это из разряда. Мне очень нужно, но хочу. Я не могла просто отказаться. Вы посмотрите, какая прелесть. Вы просто посмотрите. Это... Ну, милота, милота. Наклейка размер 50 на 20. Сейчас я вскрою, потому что очень хочу посмотреть, как они вот на ощупь. Такие замечательные олени. 55 рублей. Наклейка, как обычно у нас на прозрачной вот такой вот основе. Ну, вы посмотрите. Такие моськи. Такие олежки. Ну, прям лепота, можно сказать. Красота. И они такие, знаете, фактурные. Они вот прям фактурные-фактурные. Их можно на окна. На зеркала. Допустим, ну, да куда угодно. Я просто увидела таких оленей. И они такие хорошенькие. Если кому надо, кто собирается украшать свою квартиру, дом, дачи, я вам советую. 55 рублей. Это, ну, совсем недорого. Но такая красота. Производитель снежное кружево. Они молодцы. Они нас радуют красотой. И, опять же, я не могла выбрать, что я хочу. Оленей или вот таких снеговиков. Поэтому я взяла, девочки, два таких набора, наклеечек. Я стояла, смотрела и думаю, ну, что мне взять, что мне взять. Взяла оленей. Потом оленей положила, взяла вот таких вот снеговиков. А потом думаю, ну, ведь олени тоже красивые. И взяла и снеговиков, и оленей. Ну, очень красиво. И тем более, не маленькая наклейка. Но их можно и по отдельности. Допустим, снежинки можно отдельно куда-то. Снеговиков тоже вот разбросать по окну куда-то. Ну, красота. Ну, нежность. Новый год – это... Это ночь сказок. Потому что в эту ночь случается того, что не случается в другие дни, в другие ночи. Это красота. Это не праздник, а это... Мне очень нравится Новый год. Так, затем я купила за 99 рублей... Так, подвину я. За 99 рублей я купила коврик преддверный. Так, вот такой вот он. Преддверный коврик. Размер 40 на 60. Хотела... А, за 99 рублей. Он стоит 99 рублей. Вот цена. Хотела купить другой коврик, девочки. Хотела купить коврик с, знаете, лапки. Папины тапочки, мамины тапочки и ребенка тапочки. Уже взяла в руку, но так пощупала, вроде бы, хороший. А с обратной стороны ногтем поковыряла, и вот эта вот основа, обратная сторона, стала как-то крошиться. Это прессованная резина была, и поэтому она, если крушится под ногтями у меня, то преддвери тоже все это долго не прослужит. А вот этот коврик сделан он здесь с рисунком. Если камера передаст рисунок, с рисуночком помыть и выбить его очень просто. Уход простой. Так, с обратной стороны резина плотная. Плотная. И вот пальчиком я ее не могу разрушить. поэтому, я так думаю, что будет долго. Ну, как долго? Опять же, преддверий долго не будет коврик преддверный служить, но хотя бы там немного. Ну, я расскажу вам, я его протестирую обязательно. Что у нас дальше здесь? Это упаковка была, мне упаковали коврик, дали пакетик. Так, опять же, снежное кружево, настроение новогоднее. Взяла вот такие вот цветы, или для мастер-класса, или просто куда-то украшу, ну, обязательно украшу что-нибудь с вот такими серебро с голубым, с синим, можно сказать. Очень красивые, мне нравятся. Такие они прям вот настроение новогоднее. Потихоньку-потихоньку уже создаю настроение. Повторила нож от Kitchen 31 сантиметр. Я вот недавно показывала, что я покупала такой нож, я его помыла, протестировала. Вы знаете, очень острый, режет хорошо. Я нарезала мясо, прям здорово. Хороший нож, кто не покупал, купите, обязательно попробуйте. Нержавеющая сталь, вот у меня где-то он, там, на кухне у меня, на кухне вот такой нож. Уже раскрытый, я его в прошлом раз открывала, поэтому этот упакованный. Не думайте, что я один и тот же нож показываю два раза. Этот в упаковке. Вот, хороший ножик, прям замечательный. Что еще у нас тут? На подарки, на подарки. Купила прихваточки. Вот такую рукавичку новогоднюю и прихваточку для горячего. Замечательные. Одну и вот такую же вторую. Снежное кружево. Очень красивые. Красивые. И сразу такое, знаете, новогоднее настроение. Здесь елочка и на рукавичке тоже елочка. А тут у нас снеговик и там, и там. Так, что по качеству? Давайте посмотрим. Рукавичка тут зашита. И здесь зашита? Да. Можно распороть ее и уже это, пользоваться. Так, ну вот смотрите, как я обычно говорю, обратную сторону смотрим. никаких ниточек, прострочено хорошо и вообще качество материала прям очень-очень хорошее. Здесь даже написано стирать, гладить как. Материал прям вот качественный, знаете, не кака какая-нибудь. Нет. Новогодний прям замечательно. Снежное кружево. Молодцы! У вас в принципе качество хорошее товарошее. Так, повторила я, девочки, как и хотела. Вот такие вот снежинки. Тоже от снежного кружева. Снежинки такие нежные-нежные, красивые-красивые. Ими можно украсить интерьер, развесить их так, спадающие с потолка. Или, знаете, я хочу, наверное, украсить, сделать, украсить окно. Окно у меня большое, два окна больших. А окна, между прочим, это наши глаза. Если у нас глаза большие, красивые, выразительные, значит, и окна у нашей квартиры должны быть красивые и выразительные. Вот как сможем, так и украсим красиво. Нежные, красивые, замечательные такие снежинки. Так, и последний, девочки, последний. Купила вот такую вот коробочку, тоже от снежного кружева. с нежной кружевом, вам привет. Вот такую вот упаковочную коробку, 14 сантиметров ее размер. Она металлическая. Ой, как бы ногти не сломать. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Вот такая вот. Ну, что внутри, она пустая. Купила я ее, вот такую красивую, купила я ее для подарка. Сюда положу подарок, закрою, и вот вам и упаковка. Красивая, правда же ведь? Сюда я уже придумала, какой подарок. Уже ноябрь, и потихоньку я уже покупаю подарочки, складываю по пакетикам, чтобы потом я не бегала по магазинам и не кричала, Боже мой, осталось два дня до Нового года, а я еще никому ничего не купила. Потихоньку. И это не так заметно материально, не так наш кошелек пустеет. Если потихоньку, 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 и мы уже купили. Все. Вот мои покупки. Пакет пустой. Я считаю, что все купила нужное. Ну как, все, все. Коврик был нужен. Сниженьки для украшения нужны, потому что Новый год. Ножик очень понравился. Взяла еще, потому что должно быть. Вдруг сломается, вдруг, вдруг даже подарить кому-то я захочу, хотя навряд ли. Ножик нужен самой. Прихваточки в подарок надо же, ведь правда. Наволочки очень красивые для интерьера. Я люблю менять посуду, интерьер и все, все, все. Крем мне тоже нужен. Если так посмотреть, все нужно. и если вам что-то я показала и вам понравилось, я буду рада, что я помогла вам. Пока-пока. Подписываемся, ставим пальчики вверх и пишем любые комментарии. Я нормально отношусь к комментариям, к любым. Я не конфетка, чтобы нравиться всем. Поэтому я нормально отношусь к любым комментариям. Пока-пока. А с вами была Светлана.